Добрый день! Сегодня в проекте Live Studio Dialogue мы с моим коллегом Евгением Лысым Мы обсудим нашумевшую тему недели. Это пожар в отеле Tokyo Star. Евгений, ваше отношение к случившемуся все-таки халатность или роковая случайность? Ну, я, в общем-то, все равно буду, как бы, я уже говорил об этом, в общем-то, не раз и писал про это на фейсбуке, в общем-то, тут ситуация очень простая. Я вижу, в первую очередь, халатность проверяющих органов, всех, которые вообще в этом реально виновны, виноваты. Но, опять же, я не суд, чтобы об этом говорить. Но, в целом, на это должны обратить внимание все проверяющие органы и высшестоящие правоохранительные органы. Это прокуратура, там, в том числе недовоенной прокуратуры. Потому что, ну, это нонсенс, в Одессе говорят просто дети гибнут, больные гибнут в психоэнергетическом диспансере. Сейчас вообще на всю Украину просто это трагедия, просто не то чтобы гудит, и вряд ли она стихнет, потому что теперь человек, который хочет приехать в Одессу, он будет 500 тысяч раз думать, где ему останавливаться, а не просто верить рекламе, которая просто заполнила весь интернет. До сих пор реклама крутится же Tokyo Star, типа, потому что, видно, проплатили рекламу, и она просто у всех практически в ленте Фейсбука, кто собирается ехать, или отдых в Одессе, она все равно появляется, всплывает. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что, в принципе, ничего же не поменялось. По большому счету, кто понес наказание? Либо крайне их назначили, там, вообще во всех этих историях, либо вообще следствие идет, и как бы все, тайна следствия, например, ну, как при пожаре в этом психоэнергетическом диспансере, кто там, что, как оно идет, непонятно. А тут история такая, вот назначили крайнего, там, посадили, закрыли этого в СИЗО Черного, он там будет сидеть 60 суток, но, опять же, давайте вернемся к тому, что все знали, что из себя представляет его бизнес, основной бизнес, с чего он вообще все это строится. Это Tokyo Star такая гостиница, как Муравейни, в котором триггедия произошла, гостиница Зирка, которую, ну, все знают, что там, что там, это просто, грубо говоря, бордели, и будем называть это своими именами. Еще есть некая гостиница Крокодил, или что там такое, вот? Ну, не знаю, ну, вряд ли там чем-то это сильно отличается от того, что там происходит на самом деле, то есть все об этом знали, знал об этом и мэр, знали все профильные, я знаю, уверен, не только профильные. Серебоконин. Серебоконин, вообще, там, подписывал декларацию когда-то, когда возглавлял облгаз. И что мы сейчас на данный момент имеем, то есть бизнес, который не контролируется, как бы, на самом деле, то есть, по большому счету, есть же бизнес, который, ну, я вчера смотрел, из Хака Пентасевича, ну, есть такой гуру, как бы, известный бизнес-тренер, как бы, он говорит правильную вещь, что чем-то, когда ты начинаешь, типа, вот, давать обществу что-то позитивное, а ты, как бы, получаешь от Всевышнего что-то хорошее. В принципе, ну, так бывает, что если что-то где-то ты кого-то критикуешь, а Черный критиковал и трагедию в том же, той же Виктории, и писал об этом посты, и трагедия, которая произошла в российском городе, я сейчас не помню. В Кемерово. В Кемерово произошла дикая вишня. То есть, ты, когда пишешь это, ты привлекаешь лишнее внимание просто к своей фигуре. Может быть, это, я человек все-таки материстичный, но я считаю, что где-то этот закон работает. Ну, как-то вдруг это произошло, и этот пост сразу же выплыл, и, типа, все смотрели на это, и такие, ну, чего ты, ты лезешь туда, и ты получаешь такую, как бы, ответку в этом. То есть, бизнес, он завязан просто на том, что ты что делаешь, то и, как бы, получаешь. И об этом вот я тоже хотел бы поговорить. Вот оно и получилось. А насчет проверяющих органов, ну, Федорчак, о котором все говорят, там, глава ГСЧС, ну, он реально должен сидеть с ним. Это мнение вообще среза общества, как бы, и активной общественности и многих. Вадим Черный громко заявляет, что это все-таки политический заказ, что это политическая расправа, и с ним хотят расправиться. Ну, ваше мнение, ну, за что расправляться с Вадимом Черным? Он мог так хорошенько насолить? Ну, допустим, за критику городской власти, за то, что он просто ругает мэра и как называет, что у мэрии есть хозяева какие-то, ну, там, например, тот же галантерник, там, хозяева мэрии, типа, ну, ни у кого такого не произошло. Тем более, поджигать гостиницу, поджигать гостиницу, что погибли люди, то можно было просто с ним, там, как-то поговорить, или вопрос был бы просто, там, с каким-то покушением. Он уже переживал одно покушение, искал заказчиков, я не помню уже, чем эта история закончилась. Он своеобразный бизнесмен, но валить тоже на него все это, что вот только он виноват, нет. А там всех надо взять в рядочек, как бы, кто принимал, кто сдавал, всех на допросы, как бы, всем пидозры и по-настоящему. Вот это, вот это называется тест-драйв, правоохранительной системы должен такой бы быть. Если бы просто в фейсбуке президент Зеленский написал о том, что вот тест-драйв такой должен быть, что все, а не называть фамилию, должны понести наказание по справедливости и по закону, без нарушения процессуальных норм, тогда бы я сказал бы, окей, вот это вот сейчас определенный тест, законится, он выйдет там через 60 дней, посмотрим, как это пойдет, это дело дальше. Но просто бизнес в этом плане, он должен быть ответственный, в первую очередь, то есть именно вот в контексте этих так называемых гостиниц. Гостиниц много, а сколько, представляете, хостел, вот их выкупают там за одну гривну все вот эти вот, которые вокруг гены крутятся, ребята, хостел заселили, что там происходит по технике безопасности, никто не знает, их не пускают, потому что идет просто как апартаменты, то есть это личное пространство какого-то дома человека, фопа в лучшем случае, а так вообще какого-то левого лица с паспортом, который может до него это не оформлено, чтобы отойти от этих вот проблем. Сейчас мы увидим кучу таких вот, такого бизнеса, где будет все это оформлено на дворника какого-то или вообще непонятно на кого. Вот это вот барачная система постройки самой гостиницы, да, там сделали второе перекрытие, туда сказали, окей, сослужило добрую в кавычках услугу, там было чердачное помещение, туда вроде уходил дым, сами потерпевшие описывают, что вот эти вот грибочки, которые противопожарные, сигнализация не сработала, из этих грибочков еле-еле капала вода. Начнем с того, да, Женя, что такая гостиница-то в Одессе не одна. Без окон не одна. Есть отели Александровские, есть еще несколько отелей, где такие ситуации есть. Где отели... Нужна ли обязательно сертификация? Не то, чтобы она нужна, она уже давно работать должна, то есть без этого документа ты просто не запускаешь ты гостиницу. Ну просто назвать гостиницей, вот, например, множество таких апартаментов невозможно, потому что нет звезд, нет гостиниц. Правила есть международные, которых писал тот же Иван Лептуга, много раз говорил, он кричал об этом несколько лет. То есть, ну реально, надо, чтобы были сертифицированы. У нас сертифицированы буквально там, да и у нас отели этих штук пять может наберется. Все. И это все они принадлежат очень крупному бизнесу, который реально несет ответственность перед людьми. Уже много лет. Ну то есть остальные просто устраивают реально, вот эти бараки строят себе и говорят, вот это бизнес, я бизнесмен, я отельер. И таких людей очень много, то есть черный это еще не единственный. Просто ему так вот, типа он попадал всегда в поле зрения, и это, к сожалению, на все это происходило. Но Одесса же, согласись, она вообще так, как бизнес у нее построен дико, например, как борьба, например, с ларьками. Ларьки убрали, поставили огромные мафы. Слушай, из чего они сделаны? Какая там пожарная безопасность? Чем они там торгуют? Чем они торгуют? Это комплексные проблемы, которые должны тоже проверять. Типа, ну ничего, все, разрешили, галантерник, труханов, давайте ставить, поставили, дубенка, отчитывается, мы убрали, мы убрали, смотрите, как чисто, как красиво. Где чисто, где красиво. Ты не можешь просто, ты едешь за рулем автомобиля, ты не видишь, например, как работает светофор. Я про разметку молчу, я молчу про многие просто вещи, которые должны были здесь появиться за 5 лет, их нет. Нет разметки, нет тротуаров, ничего вообще приблизительно того, что есть. И мафы, которые закрывают все. Грузинит рез, который не подрезает деревья, и не видно все равно эти светофоры, они знаки. Это бардак. Люди занимаются, понятно, заработком денег, то есть они присели на поток, они всех обелечивают. Вот море, мы выходим на пляж, любой сейчас спускаемся, ты от тысячи долларов места, ты стоишь, тебя никто не трогает. Все в карман, все наверх, управление, торговля и еще кого-то уходит. На камеру тебе никто ничего не скажет. Вот и все, это что, бизнес? Люди просто стоят там, бизнес занимаются. Дополнение контейнеров никто не ставит, предприниматели виноваты. Но кого еще город обвинит? Но мы можем только на эту тему... Туристов давайте обвинять. Туристов надо обвинять. А как, ну вот, по твоему мнению, как менять ситуацию? Кто будет у нас разбираться с городской властью? Ты, наверное, на высшем уровне кто-то должен делать? Знаешь, я считаю так. Мы, допустим, ну не мы, там вот с тобой, допустим. Одесситы избрали на данный момент, там, пять лет назад себе городскую власть. Это не только Труханов, это и депутаты городского совета. Это выбор одесситы сделали, посмотрели. Многих, может быть, как бы устраивает, что они включают телек, им рассказывают о том, что Геннадий там все сделал, там, смотрите, как депутатский корпус работает. Поставили площадку, может быть, это достаточно. Но то, что мы там уже пять лет просто кричим о том, что это не тот выбор. Люди не с тем понимают, что они делают. Они с той старой закалки совершенно. То есть там, где ты видишь, просто приходишь на должность, чик, у тебя включается внутри банкомат. А не чиновник, который отвечает или несет ответственность за те или иные изменения. То есть сейчас нужно просто одесситам понять, что они и есть власть. То есть мы сейчас на уровне украинности увидели, что проголосовали, полностью поменялась картина Верховного Совета. Как они будут работать, покажет сессия, даже первая, которая будет вот 3 сентября. Но одесситы должны понять, что вся власть, это они и есть власть, а не наоборот. То есть если правильно, за правильных людей проголосовать, правильные люди будут принимать правильные проекты вначале, которые будут обсуждать, а потом за них голосовать на сессии и контролировать выполнение этих проектов, как они будут заходить в жизнь. А не просто там сидеть и номера отбивать, как половина там депутатов просто на кнопки давили. Понятно, но ей не бесплатно. И эта оппозиция смешная, 4 депутата, что это такое? И гена, которая там, что-что, как с Ольгой Квасниц, как он разговаривает. Но с женщинами можно в сессии так пошутить. Он там привык со своими, как это у них называется, понятиями, вот так разговаривать. Ну я не знаю. Я это сотреял позор. Ну любому человеку покажи интеллигентному. Он просто, который уехал, эмигрировал, покажи вот сессию. Вот у вас депутат, там мейджор, он вот так будет говорить с кем-то. Ну и типа на сессии или где-то в публичном месте. Это иск сразу автоматом на миллион долларов. А у нас вот так вот это работает. Мы есть власть, и мы должны это контролировать, что они будут делать. Будем надеяться, что все-таки вот твой месседж дойдет все-таки до тех людей, которые избирают городскую власть. Ну я верю в это, что он дойдет, в общем-то, и это должно произойти. Ситуация будет меняться. И все-таки по-настоящему виновные в произошедших трагедиях. И в лагере Виктории, и в психоневрологическом диспансере, и в отеле Tokyo House понесут заслуженное наказание. Мы смотрели проект Live Studio Dialogia. Мы общались с моим коллегой, коллегой Евгением Лысом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова